Знакомьтесь, это красавчик. Нет, он не голоден. Так Ушастый зовет гостей на увлекательную прогулку. Приглянитесь, эти пейзажи знакомы каждому. Я, конечно, не в Орле, хоть и тоже Наталья, да и Шурика у меня нет, и осла зовут, красавчик. Но, тем не менее, сейчас мы находимся в месте, где снимали один из самых легендарных фильмов советского кинематографа «Вавказская пленница». Пойдем, пойдем, красавчик. А вот это уже Моисей, и, кажется, он заждался. Ослы – вьючные животные, могут поднимать груз весом до 300 килограммов. Оба. Так, ну все, можно отправляться в путь. Ох! Не все так просто, ведь не секрет, что они очень ленивые. Их нужно постоянно подгонять. Ой. Ой-ой-ой. Теперь можно отправляться в путь, не спеша и без резких движений. Оказывается, ослы еще и пугливые. От резкого окрика бегут быстрее лошади. Их даже лужа может напугать. Но чего они точно не боятся, так это обеда. Кушайте, кушайте, хорошее. Обед или ужин, не важно. Главное, что все свежее и быстро съедается. А пахнет, как аж самой захотелось. У ишаков существует особый рацион питания. По утрам зерновые, три раза в день сено. Но непростое, с колючками и овсяной соломой. Сладкую траву им нельзя, будут болеть животы. А еще соль. Удивительные ребята. Мне кажется, они добрее, чем лошади. Добрее. Хотя едят в два раза больше. А так они хорошие животные. Ласковые. У них нет ничего такого злого. Спокойные и добрые. А если после прогулки на ослах острых ощущений не хватило, то можно оседлать коня. Ну а если захотелось экстрима, то можно прокатиться на вот этой вот красотке. Зовут ее Капля. Что делаем? Подходите с левой стороны, ставите ногу в стремя. Держитесь за седло. Прыжок. Правую ногу в стремя. Правую ногу в стремя. Ну что, поехали, малышка? Лошадь – животное благородное, поэтому нужен особый подход. Правильно натянуть поводья, указать направление движения, пришпорить и можно ехать. Или нельзя. Пойдем дальше? Пойдем? Не идем. Тянем. Оп. Так. Елена Мосина уже много лет тренирует скакунов. Считает их даже членами семьи. Говорит, что они очень умные, а еще… Очень хитрые. Да, когда видят, что человек дает слабинку, они начинают эту слабинку пользоваться. То есть лошадкой надо быть пожестче, то есть показать, что вы хозяин положения, и лошадь будет тогда вас слушаться. Воспитать можно любое животное, будь то конь или осел. Общий язык найдется. Главное – относиться с любовью. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова